Это общеподготовительный сбор. Все в комплексе, чтобы набрать форму. Ничего специального такого на этом сборе не делали. Думаю, на следующем выделим внимание игре на выходах и специфическим вратарским вещам. За Урзалимовичем мы работаем уже довольно давно, поэтому все его требования нам давно знакомы. То есть ты хочешь заострить внимание на отсутствие Гильермы какое-то количество времени? Где ты был? Где был? В какой сборной зимой? В сборной. Как обычно где-то. То границу закроют. То он болеет, то сейчас у него какие-то дела, вот и пусть приезжает вовремя на сбор. То справка неправильная, да? Справка неправильная. Бразильская. Да, я чуть-чуть опоздал на сборную, но это было все... Мы договорились с тренером и руководством, потому что у нас был такой... Как говорить, но необычный год. Я Мурилов. Мы весь год были в Москве, не получилось нам встречать с нашими близкими. И мы с тренером решили, что может дать нас еще неделю. Десять дней от опуска я уже начал работать, чтобы приехать сюда свежим. А я, типа, для безбаланса и сделал более функциональный врач. Ну, который... Да, да, да. У нас еще почти месяц, да, до первой игры. Я уверен, не только я, но все команды, до первой нашей игры будут готовы. Разад играй! Разад еще! Все нормально вам, серьезно. Разрешались? Гиля, все не договаривайся. За Урзалимовичем я знаком куда больше, чем кому-то может показать. И застал еще его, когда он был игроком. Мы еще тренировались вместе, что ты так смотришь на меня. Ну, это так, конечно, поэтому знакомы мы давно. И всегда что-то привносит новое, естественно, наша работа так же развивается. Он очень профессиональный человек, и эмоциональный фон тоже всегда очень приятный. И поэтому как-то и нагрузка переносится легче. Это кировская школа. Киров, отправляем. Все, двигайся. Да? Держи? До пяти же. Проделана достаточно большая работа. Мы вернули навыки, которые могли растерять за отпуск. Это чувство мяча, где-то физическая форма. И, не знаю, с каждым днем мы чувствуем себя еще лучше. В «Локомотиве» достаточно сильная группа вратарей, на мой взгляд. И «Гиля» и «Молодые» ребята просто по совокупности и «Молодые» они перспективны достаточно. Антон, он такой человек, который лидер команды, переживает за все, он всегда ответный, такой человек, который уважает всех. И, конечно, видно сразу колоссальный опыт Антона и «Гиля». Ты смотришь на это и потом переносишь это на свою игру и понимаешь, почему они до сих пор здесь и держатся на таком хорошем уровне. Савва очень быстрый, но должен научить ловить кучу мяча. Погай, погай, погай! Ай, Савва, стоп! Стив, стив! Кудья похож на Куртуа. И иногда ему зовут Куртуа. А что ты молчал-то, что мы с тобой знакомы? Или ты не хотел раскрывать наши тайны? Кудья маленький, что много есть что-то научит, но у него качество хорош, что он такой высокий, как я. Он быстрый и хорошо играет низом тоже. Во-первых, они старше меня – это опыт. Они во всем превосходят. Но я буду доработать, доказывать, стараться. Можно за него только порадоваться, что он попал к нам на сбор. Если он здесь, то значит он может конкурировать и должен конкурировать. Мне нравятся молодые ребята. Да, перспективно молодежь. Можешь каждого из них характеризовать одним словом или одной фразой? Ну, Гиля – веселый парень. Антон – суровый, чисто русский мужик. Сава тоже молодой, он резкий, быстрый, много сил у него. Попробуй охарактеризовать себя. Простой парень. А я? Не знаю, Гиллечка. Все это говорят, что вне поля вратаре – это лучшие друзья. Ну, это так и есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА